Продолжая работу с лучами Риба, мы сегодня знакомимся с лучом Риба-3. Он расширяющего действия, зеленовато-салатовый, с искринками. Похож на фонарик. Вошел, осветил, увидел. Когда луч входит в ядро клетки, то передает ей корректирующую информацию. Ядро принимает ее, слушает и затем распространяет от себя волнами. Зеленоватый свет расходится по всему телу, успокаивает, умиротворяет его. Луч может выявлять гематомы, зажатости тканей, и под его действием клетки крови приходят в норму, очищаются, омолаживаются, обретают жизнерадостность и потом передают это ощущение другим клеткам. На всех уровнях физического тела выравнивается поверхность органов, тканей организма. Они как бы выглаживаются лучом. Рассасываются послеоперационные рубцы, нормируются сосуды и связки. Когда луч работает в проблемном месте, он направляет на него два луча, спереди и сзади, и от их взаимной работы в органе все светлеет и приходит в норму. Луч работает с чакрой анахата. При этой работе можно увидеть себя на берегу океана. Бриз, который идет от воды, создает приятное ощущение солнечного утра, наполняет озоновой свежестью, прозрачностью. А холодные брызги искрящейся воды освежают внутреннее состояние, заряжают энергией творчества, энтузиазмом. Работа луча РИБА-3 – это новая организация клеток, трансфер клеток. От них вдруг что-то отделяется, и они становятся как цветное конфетти. Тон оранжево-желтого цвета, и там лабиринт из двух цветов – оранжевого и красного. Потом число цветов нарастает, лучи могут соединяться, концентрироваться, и наполняют орган цвета разноцветием. До этого момента клетки не участвовали в самовыражении, в самореализации, в раскрытии своих невероятных возможностей. Теперь вода жизни потекла в протоках между клеток и стала пребывать и проникать глубже, вовнутрь. И клетки стали улыбаться и тормошить соседние клетки. Пора проснуться. Вода жизни не облегчает, а пробуждает. Она как переход от безмятежности бытия, бездействия, к бытию, к действию, к радости сотворчества, радости бытия. Это и есть действие расширяющегося Риба-3. Много-много зеленых шариков появляется перед взором, и они вращаются колесом, как водяная мельница, и все промывают, прочищают. Потом появляется картина древа, которому нужна помощь. Зеленые лучи спирали усиливают действие, начинают вращаться усиленно. С нижней и верхней чакры идут лучи и соединяются в сердечной. И от корней древа пошли зеленые энергии, и от их влияния зазеленели засохшие листочки, и появились прекрасные цветы. И человек расцвел, пробуждая в себе энергии красоты.